Всем привет! Я такая немножечко сонная. Мы начали восстанавливать режим в ладюне и всю неделю экспериментируем. Поднимаем его к 8 поставили в центре занятия и соответственно в 7 часов будем его. Но вот уже 4 дня он на таком режиме никак абсолютно вообще на него не действует. Как засыпал в 4 часа, так и засыпает. И не знаю, но пока будем продолжать, но я получается с 4 до 7 тоже сплю. Я чуть-чуть чуть-чуть подустала. Такие вот дела. Ну, будем наблюдать. Не знаю, что у нас получится. Посмотрим. Лады ваши. Спасибо, мой лады. Рома мне лады принес. Вот. Не перемешивай. Не перемешивай. Хорошо. Мы сегодня собрались в пятницу поехать в аквапарк к стране. Выбор, конечно. Но я этому очень обрадовалась, потому что мне надо уже какое-то движение. Ну, люблю дорогу куда-то ехать. На один день. Мы только сейчас поедем туда. Аквапарк, кстати, не в нашем городе, в другом городе находится. Три часа езды. Езды. Так правильно говорить, Рома? Три часа езды. Можно говорить? Три часа езды в одну сторону. Три часа езды. Да что ж такое? Три часа езды в одну сторону. Вот. Но я какая сонная. Я не знаю, как я там смогу, конечно, веселиться. Но я постараюсь. Едем с друзьями вчетвером. Постараюсь поснимать. Ну, не знаю. Там будет все мокро. Как не получится у меня поснимать что-то? Телефон с собой не получится. Не знаю. У нас новый день. Выходные закончились. Мы, по-прежнему, сонная. Продолжаем гладку. Будет рано. Сейчас в девяти часам его возим. Вот видите? Совсем коробчик наш такой. Не очень доволен к этому, конечно. Ну, не могу сказать, что режим налазился. Но какой-то прогресс есть. Ну, например, хотя бы он уже не в 4-5 засыпает, а в час, пол второго. Поэтому идем. Мы на правильном пути. Ну, пока попробуем. Хотя я, честно говоря, уже привыкла вставать там в 12-11. Я пока не могу сама переключиться. Даже, в принципе, засыпала. Два вчера заснула. Вот. А сегодня, ну, 8 проснула. В принципе, 6 часов. Отлично. Ну, как-то я. Какая-то еще сонная теперь. Приехали в торговый центр купить печечку. Сейчас полдесятого. Мы шестой год живем в этом городе и не знали, что. Оказывается, все магазины работают с 10 часов. Я в шоке, если честно. Я просто... У нас, когда в Донецке жили, у нас, ну, не знаю, там с 7 уже такая движуха была. Непонятно, конечно, как они видят. Ну, вот. Почему такой режим? Я здесь стала спать. Я с плюха. Город этому способствует. Все закрыто. Ужас. Охранник даже нас не пропустит. Продуктовый супермаркет работает. Гляньте. Крем для лица с козьего молока. И коза. Я не знаю, мне не хочется на лицо такое мазать. Буду как коза тогда. Вот почему мы так ждали долго. Стояли открытия. Это мне вчера такой бздик пришел в голову. Хотела печечку в центр. У нас кухня есть, а печки там нет. А я хочу кофе. А кофе я пью только за верной. Вот однокомфорочно. Мы туда приехали. Смотрим. Еще и скидки, смотрите, какой. Хапай, говорит. Хапай, говорит, и беги. Надо спросить, для нее, может быть, нужна посуда индукционная тоже. Ну, сейчас это срочно сделать нам. Спросить. Потому что я уже обрадовалась. А теперь что, перерадоваться, что ли? Пошло? Не знаю. И оно не греет, да? Пойди. Я не пойму пока ничего. По идее, пока посуда не стоит, не греет. Так оно. А что оно шипит? Это вентилятор. Он огреет только дно посуда. Начало эксперимента. Греется. Видишь, как не греется, а посуда греется. А так холодно. Слушайте-то вообще. Вот я темный лес. Смотрите, какая у меня чашечка. Девочки мне дарили все наши семейные фотографии. Вот Ванечка. Мы ездили втроем. Мы с Ромкой. Вот тут мы с Владюнкой на Новый год. Тут я с Владюнкой. Вот. Такой приятный-приятный. Это логотип нашего центра. Попила кофе и хочу спать. Странно, да? Кофе бодрит, а я после него хочу спать. Ну, потому что такой тепленький. Такой расплылся у меня по желудку. Надо работать. Сегодня много работы. Ну что, вот такой у меня получился сегодня сонный влог. Причем несколько дней подряд. Все время я как сплюха. Ну, ничего, как есть. Вот сейчас уже час ночи. Владя пока не спит. Но такой уже. Да, Владюня? Немножечко уже сонный. Мне кажется, скоро заснет. Мне кажется, все-таки физические упражнения, плюс ранний подъем, все в комплексе. Это сработало. Ну, я пока еще рано радоваться. Еще не совсем тот режим, который бы я хотела. Но все-таки какой-то результат есть. Я ему рада. Только он сказал, что Владя засыпает. Он уже тут вскочил и начал опять бегать. Про результаты еще рано говорить. Кстати, поделитесь тоже в комментариях, как ваши дети сейчас засыпают. Потому что я слышала, что очень многие жалуются, что именно сейчас даже те, у кого был сон нормальный, стал нарушаться. Потому что сейчас межсезонье. Зимушка-зима отступает, а весна вступает. Ну, и все детки прям это очень чувствуют. Ну что, с твой сонный влог буду заканчивать тем, что пожелаем вам спокойной ночи. А если вы вдруг сейчас еще не хотите спать, и смотрите днем или утром, неважно. Я вам желаю, чтобы все ваши ночи были спокойными. Чтобы крепкий был сон, здоровый. У вас не есть только самые-самые лучшие сны. Все, жду от вас комментарии, жду от вас темы, на которые бы вы хотели со мной поболкать. Что вам интересно, что не очень. Все, до новых встреч. Как всегда, ваша Елена Баева. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте и ставьте лайк.